Здравствуйте, у микрофона Анжела Николюк. И сегодня в медкабинете мы обсуждаем здоровье трудящихся. Помните, когда-то в Советском Союзе была замечательная производственная гимнастика, причем обязательная для всех категорий трудящихся. Как сегодня в нашем современном мире работодатели, власти заботятся о сохранении здоровья трудящихся, мы поговорим с экспертом Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дианой Михеевой. Диана Викторовна, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я знаю, что Центр общественного здоровья работает над созданием корпоративных программ здоровья. Что это такое? Корпортивная программа здоровья – это комплекс мероприятий и действий, которые направлены на укрепление здоровья сотрудников предприятия, которые подают заявочку на принятие в этом участие. И мы в дальнейшем начинаем работать в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. То есть получается, что... А что входит в эту программу? Какие мероприятия туда входят? Я знаю, что вы проводите анкетирование, очень подробное трудящихся. С какой целью оно проводится, да? И кроме этого, какие еще меры? Ну, сначала, изначально мы подписываем соглашение о сотрудничестве предприятия и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В дальнейшем проходит анкетирование. Каждый сотрудник получает в электронном виде на факторы риска неинфекционных заболеваний. Там стресс имеется, артериальное давление на индекс массы тела, рациональное питание, физическая активность, курение, алкоголь. Все это, все эти вопросы содержит анкета. После этого мы проводим анализ и предлагаем предприятию. У нас помимо анкетирования входит еще выездная диспансеризация. У меня такой вопрос. Для чего внедряются эти корпоративные программы на предприятиях? Для оздоровления членов трудового коллектива, естественно. Кроме выездных медицинских обследований и анкетирования, что еще они предполагают? Проходит еженедельно видеоконференции. Приглашаются специалисты, не только медицинские, но могут быть приглашены и по физической активности. Нутрициолог у нас выступал. Эти еженедельные видеоконференции позволяют людям быть вовлеченными в диалог. Они могут задать вопросы специалисту, получить на него ответы. Профилактическая, тематическая. Вот такая беседа обогащает и... Дает понимание персоналу, трудящимся, на какой стадии, допустим, находится их та или иная проблема с заболеванием и что им делать. Можно ли... Достаточно ли образ жизни поменять или можно пойти уже к специалисту и какое-то лечение уже начать получать. Все верно. Я знаю, что очень много людей подключаются к вам. Вы работаете только с Петропавловском и Елизовским районам? Или как? Муниципальные районы мы также подключаем. Дистанционно немного сложнее работать, но тем не менее они вовлечены, у них есть желание. И это радует. Мы пишем также для них индивидуальную программу, которую отрабатываем. Получаем прекрасные результаты. Вот на минуточку скажу, что у нас уже 20 организаций приняли участие вот в этом проекте. И результаты колоссальные. Видно по показателям, как снижаются вредные привычки, как люди тянутся к ЗОЖ. Это очень приятно, что наша работа, она эффективна. То есть, в принципе, вот это вот обучающие моменты, в которых заключается наше проведение ВКС. То есть, вот эти вот моменты с видеоконференц-связью, посвященные различной тематике и привычкам, и вредным привычкам, и борьбе с ними, и профилактике, там, получается, и сахарный диабет, и сердечно-сосудистые заболевания, и повышенный холестерин. Все это обсуждается. И вот такой маленький, да, небольшой здоровый ликбез еженедельный, это просто как напоминание людям о том, что чуть-чуть о себе подумать, о своем здоровье. И вот такие вот получаются результаты, когда они просто задумываются об этом. Все верно. Вот именно так и работает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Мы помогаем людям и призываем к тому, что нужно начинать с себя. И чем раньше вы займетесь своим здоровьем, тем быстрее вы, может, избежите каких-то серьезных ситуаций по здоровью. Да, Диана Викторовна, у нас очень много производств таких на Камчатке, точнее, учреждений, да, где люди ведут сидячий образ жизни. И вот тут тоже необходимо внедрять, да, какие-то, и очень важно, наверное, именно здесь, чтобы в течение 8 часов человек делал какие-то физические упражнения. Это те самые физкультминутки производственные, производственные гимнастики, зарядки для глаз, чтобы отдохнуть от компьютера, что в наше время очень важно. Да, также эти предприятия получают еще информационные материалы. Мы направляем видео, ролики. Они продолжительностью, ну, такие компактные, но позволяют разгрузиться человеку вот основательно что-то очень легкое, простое. Но при этом можно это выполнить, разгрузить полностью организм, зарядиться и продолжить свой рабочий день. А я бы, знаете, еще выступила за то, чтобы вернули все-таки в обязательное расписание рабочего дня производственную гимнастику. Это правда, изрядно сплачивает коллектив, а еще как веселит, как веселит, когда люди приседают дружно там, кто-то друг над другом подшучивает. Ну, и такое вот переключение с одного вида деятельности на другую уже и медики признают давным-давно, что это очень полезно. Диана, какими секретами вы можете поделиться с трудящимися, чтобы им и работалось легче, и хондрозы не мучили, и чтобы они были защищены от стрессов? Ну, как я сказала ранее, что нужно начинать с себя, заботьтесь о себе, максимально заботьтесь о себе. Обращайтесь вовремя к специалистам, не когда заболело, что-то забеспокоило, а ежегодно проходите диспансеризацию, вот я призываю к этому. Медицинские профосмотры сразу, на ранних стадиях, чтобы выявить, есть ли что-то вдруг. А так, для того, чтобы не случилось вот этого, есть ли что-то вдруг, правильно питайтесь. Поменьше фастфуда, все сейчас любят фастфуд. Вот, заменяйте это свежими овощами, фруктами. Рациональное питание, это прям вот друг, друг и спутник ваш. Физическая активность. За спорт. Просто прогулки уже хорошо. Конечно, мы буквально недавно обсуждали со специалистом, что физическая активность, она должна быть в радость. Невозможно себя заставить, да, тягать штангу, если ты никогда этого не любил. А если, допустим, ты любил плавание, пожалуйста, да, иди в бассейн. И это тоже активность, и самое главное, она радует. И, наверное, вам лучше, чем кому-либо известно, что психическое состояние трудящихся – это залог высокой производительности. И у нас же есть также и антистрессовые какие-то программы для трудящихся. Есть психолог какой-то, наверняка, который работает в этом направлении? У нас в Центре профилактики имеется психолог. Можно подать заявку 112 добавочный 7, либо написать в медцентр 41 на электронную почту. Обязательно мы отработаем, поможем вашему предприятию, коллективу в целом. Создадим уютный, здоровый климат. Помимо этого, очень много медитаций. Сейчас на просторах интернета можно найти, что душе угодно, что поможет, расслабит. Музыку слушайте хорошую, книги читайте. Это позитивный заряд. Да, да. Ну и не забывайте, что Центр общественного здоровья ежегодно проводит акцию «10 тысяч шагов к жизни», в которой всегда приглашаются участвовать представители трудовых коллективов как в одиночку, как семьями, так и целыми командами. О времени проведения этой акции будет сообщено дополнительно. А я напомню, что сегодня в медкабинете была эксперт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Диана Михеева, с которой мы обсуждали здоровье трудящихся на рабочих местах. Всего вам хорошего. Будьте бодры и активны. Для тех, кто заботится о своем здоровье. Медкабинет по средам на Радио Камчатка.